Спорт, активный отдых на свежем воздухе, общение с единомышленниками, азарт, а главная возможность отдать дань уважения героям. На центральной площади состоялся символический забег, посвященный годовщине Чернобыльской аварии. Ежегодное мероприятие организует Одинцовский молодежный центр. Мы третий раз проводим забег, посвященный памяти подвига ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. У нас на территории Одинцовского округа на текущий момент проживает свыше 300 участников ликвидации аварии. Возрастной диапазон участников марафона широк. Молодежь, серебряные волонтеры, дети войны, депутаты, сторонники партии «Единая Россия», общественники и сами ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС. Очень отрадно то, что те чернобыльцы, которые активно участвуют в жизни города, и, например, те, кто работают на Одинцовском центральном стадионе, они не только в свое время спасли, по большому счету, жизни тех людей, которые сегодня спортом занимаются, но еще и дают им зеленый свет, обеспечивая своим трудом еще и вот такое направление. Как и положено спортивному мероприятию, перед началом веселая разминка под руководством чемпионки России бегуньи на средней и длинной дистанции Елены Бурыкиной. Ручки в стороны и в локтевом суставе круговые вращения делаем. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков приехал поболеть за сына, пожелать удачи участникам и выразить признательность ветеранам. В Одинцово проживает много ликвидаторов, много тех, кто своими глазами и своими руками спасал территорию атомной станции, спасал всех, кто попал под воздействием радиации. И низкий вам поклон за ваши подвиги, за ваши дела. Дистанция марафона 1986 шагов. Цифра выбрана не случайно. Именно в 1986 году произошла авария. Маршрут постоянный из года в год. Два круга вокруг пруда Баранка на площади у окружной администрации в Одинцове. На финише не выбирали победителей, поэтому каждый бежал с комфортной для него скоростью. Мне очень понравилось. Было, конечно, на самом деле сложно, потому что я редко участвую в таких забегах, но я бы с удовольствием еще поучаствовала. В целом мероприятие очень сильно понравилось. Много эмоций, много позитива. И в целом как-то так. Для школьников забег не только развлечение, но и возможность приобщиться к истории страны и больше узнать о ее героях. Конечно, молодежь довольно-таки сильно интересуется этой темой, потому что все мы помним подвиги наших ветеранов, которые жертвовали собой ради спасения жизни других людей. Для некоторых участников забег имеет особый смысл. Анна живет в Краснознаменске, но ее родные были свидетелями той ужасной трагедии. Бабушка с дедушкой из Припяти работали там, строили атомную катастанцию и жили там. И очень здорово в этот день вспомнить, что люди постарались и свою жизнь отдали на то, чтобы ликвидировать последствия. И теперь вот мы сегодня в этот прекрасный день можем тоже свое здоровье укрепить. В завершение мероприятия каждый из участников забега получил памятную медаль «Новых друзей» и «Заряд бодрости». Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».